Помните, когда начался дождь, и вы оказались на улице без зонтика? Или когда шел ливень, и вы промокли до нитки прям за несколько минут? Что делать человеку, когда жизнь превращается в поток забот? Когда надо оплатить море счетов, выполнить кучу обязательств? Что вы делаете, когда вы чувствуете, что не можете дышать, что скоро утонете? На этой неделе во второй главе Торы, Ноах, Мы читаем о том, как Всевышний обрушил потоп на весь мир, на тот прекрасный, удивительный мир, который он совсем недавно создал. Из-за недостойной поступки людей Бог решил уничтожить все живое. Нашелся лишь один человек, Ноах, который не взял пример с окружающих. Бог приказал Ноах построить ковчег, в котором он, его семья, а также представители флоры и фауны, переживут бедствие и будут спасены. Иногда кажется, что жизнь пытается нас утопить. Что же делать? И Бог сказал Ноаху, войди в ковчег. Ты и твои сыновья, и твоя жена, и жены твоих сыновей. Слово Тейва, ковчег, имеет еще одно значение. Тейва означает слово. Баалшемтов объясняет, что Бог говорит нам, войти в слово, слово Тора, слово молитва, и так ты будешь спасен. Как можно войти в слова Торы? Нужно окружить себя этими словами. Когда мы начинаем день со слов благодарности Творцу и заканчиваем его со слова Шма Исраэл, когда мы изучаем отрывок Исторы, тем самым мы заходим в ковчег. Мы не утонем в потопе, ведь этот ковчег нас оберегает. Интересно, Бог не велел Ноаху войти в ковчег в одиночку? Он приказал ему взять туда всю свою семью. Поделитесь идеей, которую вы выучили из Торы, с родным или другом. Возьмите их с собой в ковчег. Спасите их от потопа. Помните, если в жизни начинается потоп, вы знаете, где найти ковчег.